Что общего между проектами Хидотаки Миядзаки, Фортнайтом и мультиплеерами от Valve? Их сюжет находится в описаниях предметов! Ха! Ну ладно, в Фортнайте на самом деле так было лишь когда-то. Сюжет определенных сезонов скрывался в описаниях к загрузочным экранам и их непосредственному содержанию. А сейчас у нас есть по-настоящему масштабные ивенты, катсцены и даже Тройбейкер в главной роли. Да уж, не думал, что скажу такое, но история Велден Ринги это шедевр. Эм, ну как, эм... Короче говоря, я в последнее время заметил, что меня больше привлекает фоновый лор, нежели основной сюжет. К примеру, в той же Destiny лор ощущается гораздо интереснее, чем основной сюжет, кампания или любого дополнения. Ну, разве что Forsaken и Witch Queen были неплохими. Ты просто читаешь гримуар и восхищаешься событиями прошлого. Хотя, вероятно, если переместить действие в эпоху того же Золотого Века, оно уже не будет таким впечатляющим. Эх, ладно, оставим Destiny. Сегодня я решил затронуть тему сюжетов в играх Valve. Ведь, если так подумать, они достаточно самобытны и уникальны по сравнению с любыми другими играми. По моему объективному мнению. И что даже несмотря на скромную и местами даже фоновую подачу, их истории превосходят большинство сюжетов современных видеоигр. И сегодня я хочу высказать об этом парочку мыслей. Начать предлагаю с классики. Half-Life и Portal. По отдельности у этих игр абсолютно простые сюжеты, которые можно уложить в пару предложений. В одном из них физик-теоретик в результате неудачного эксперимента открывает сеть порталов, из которых на Землю вторгаются инопришленцы, вырезающие сотрудников комплекса, а также отряды спецназа, которые прилетели по приказу правительства вырезать всех. Фреймен пробивается через них, спасая персонал комплекса, прыгает в пограничный мир Зен, где уничтожает Нихиланта, источника всех бед. Затем, после многолетнего сна пробуждается, состыковывается со своими старыми корешами, которые рулят сопротивлением, ведь всю планету оккупировали другие инопришленцы, и теперь они вместе пытаются их свергнуть. Найдя вероятное решение проблемы и отправившись на поиски старого корабля, пришелец выбивает главу сопротивления. Занавес. Продолжения нет. А у Portal? Подопытная девушка просыпается в тестовых камерах комплекса лаборатории Аперчеры, вооружившись портальным устройством, проходит тестовые камеры, поддерживая односторонний контакт с поехавшим искусственным интеллектом, добравшись до которого она его побеждает, но выбраться у нее все еще не получается. Пробудившись после сна, который длился 9-9-9-9-9-9, она все еще находится в комплексе Аперчеры, вооружившись портальной пушкой, снова проходит тот же самый путь по указке другого ИИ, который обещает ей помочь выбраться. Но в итоге он ее обманывает, съезжая с катушек, ломает лифт с героиней, спуская ее еще глубже, в старые отсеки лаборатории, выбравшись из которых, она уже проходит испытания Уитли, который очень неумело пытается троллить героиню, загоняет ее в эпизод, в котором он ее убивает, но не убивает, а Чел расправляется с Уитли выстрелом портала на луну, восстанавливает Глэдос и та отпускает Чел. Простые сюжеты, которые мы знаем наизусть, но стоит копнуть глубже и мы узнаем, что Портал и Хелф Лайф вообще-то одна вселенная. Да, да, не благодарить, не благодарить, я знаю, я знаю, ох, ничего. Благодаря этому факту мы точно знаем, что Портал на самом деле лучшая игровая серия, а вторая часть лучшая в мире, из-за конкуренции Аперчер и Черной Мезы. Причем жесткая и в пользу первых. Обе компании работали в сфере исследования телепортации, и то, кто же все-таки справился с этим, мы все прекрасно знаем. Пока у Кейва Джонсона было все прекрасно, и ограничением в открытии пространственных воронок была только необходимость использования поверхности из лунного камня, у Черной Мезы были одни костыли. Для Порталов требовались какие-то огромные комнаты, огромное количество энергии, еще и перемещал он через пограничные измерения Зена, не напрямую. Костыли такие, словно вы перемещаетесь по космосу сквозь тысячи загрузочных экранов. Да и Зен в целом это небезопасное место, значит нужно было выделять дополнительные группы ученых на исследование этого места, это дополнительные затраты, дополнительная подготовка, короче, куча всяких дополнительных факторов, из-за которых основная цель сместилась, да и из-за этого же случился каскадный резонанс. Я, конечно, очень многое утрирую, но все же. Вообще, сценарий Half-Life глубокий, и его глубина кроется в том, что одну и ту же историю мы можем наблюдать от пяти разных лиц. Основную от Гордона Фримена, которую мы уже все знаем и любим. Параллельно его приключениям проходило спецзадание у Капрала Адриана Шепарда, который в итоге был отрезан от своего отряда и был вынужден пользоваться всеми средствами, чтобы просто выжить. После чего, так же как и Фримен, сталкивается с Джименом и в конце концов оказывается в стазисе. Кстати, фанаты Каджимба, зацените-ка вот это дерьмо. Играя за Шепарда, мы можем убить Фримена во время его телепортации в Зен и получить гейм-овер с временным парадоксом. За пять лет до МГС-3. Чё, бурят всё ещё гений? В одном из эпизодов Гордон запускает на орбиту спутник, с чем ему помогали его коллеги, Джина Кросс и Колит Грин в кооп-спин-оффе Дикей. А в самом начале, параллельно прибытию Ивана Космического Байкера в комплекс, на работу также опаздывал охранник Барни Колхун, который после инцидента помогает учёным и другим охранникам выжить. Встречая Фримена и получив от него помощь, предлагал его в будущем угостить пивом. И вы только что стали жертвой эффекта Манделлы, ведь этого никогда не было. Так, подожди, а как же вот Барни говорит, catch me later, I'll buy beer. Да, вот только это не Барни. Точнее, не Барни Колхун. Он в этот момент проходит своё приключение, и за весь сюжет Blue Shift не пересекается с Гордоном Фрименом лицом к лицу, чтобы сказать ему эти заветные слова. А охранник, который предлагает пиво, это Барни. Просто Барни. В игре моделька охранника одна на всех, и называется она Барни. Так что вот этот момент в Half-Life 2 либо просто ляп, либо пасхалка, либо наш Барни пообещал пиво Гордону за кадром до начала игры. Хотя, сценаристы Valve вешают подобные чеховские ружья достаточно часто, и в случае халвы они порой выстреливают, даже если их не повесили. Я говорю про второй эпизод и про Магнусона, который упоминает о случае с микроволновкой в первой части. И он делает это в любом случае, даже если мы лично не взрывали его обет. Ведь сейвы между играми, как в каких-нибудь РПГ, здесь не переносятся. Поэтому это просто приятный фансервис. И да, по факту вся мысль этого блока сводится к тому, что чеховские ружья — это прикольно. Да, и нахрен я всё это выше расписывал. Короче, я считаю, что Valve, даже несмотря на вот этот фансервис, грамотно распоряжаются чеховскими ружьями, ведь большинство из них ты замечаешь уже на повторных прохождениях. Ну или это только у меня так. Мне это даже напомнило мой любимый автостоп, где порой проскакивают, казалось бы, ненужные филерные факты, мол, а что во время падения из стратосферы подумал Горшок с Петуньей? Не спрашивайте, лучше просто почитайте. Многие уверены, если бы мы только знали, почему Горшок с Петуньей подумал именно то, что он подумал, мы бы лучше поняли природу мироздания. И мы узнаём почему в третьей книге, причём совершенно случайно и удивляемся, что это вообще было ключевое звено для построения сюжета. После чего в этом же эпизоде один из персонажей намекает нам на ещё одно событие, которое произошло в будущем. Точнее оно произойдёт, но в прошлом. Ну то есть будет, когда оно уже было, и таймлайн, мягко говоря, ломается, да. Прямо как Half-Life Alyx. Ох, какая подводка хорошая. Давайте так. Какие у вас эмоции были после концовки Alyx? Неважно, играли вы сами или смотрели на ютабе. Лично я просто сидел с мурашками на всех возможных частях тела. Настолько хорошо вписать в канон события, которых вроде как не было, и при этом дать заявку на продолжение, и вернуть веру человечеству в то, что нам, возможно, стоит ждать третью часть. Будучи Интерквилом, Half-Life Alyx взаимодействует напрямую с концовкой аж второго эпизода, до которого мало того, что ещё пять лет, так ещё и при этом она создаёт огромный вопрос по поводу существования сюжета в Half-Life 2 и эпизода 1. Alyx изменила весь ход времени, превратив Half-Life Alyx из Интерквила в буквальный прессиквел. Ну это ж охуенно. А помните Aperture Desk Job? Да, ту самую технодемку для Steam Deck'а. Есть ведь индивиды, ну, по крайней мере утверждающие, что это не канон. Но почему это не канон? Потому что, мол, мы знаем по рекламным роликам, что турели предназначались для охраны и обеспечения безопасности сна младенцев, а представленные в игре чудовища Франкенштейна в детские спальни не поставишь. При этом почему-то отрицая, что у этих самых охранных систем могли быть прототипы в виде... ну, собственно, вот этого. Хотя, могу понять ваше негодование, учитывая то, что игра происходит в расширенной вселенной Portal, но я лично считаю это как ту же самую вселенную, просто... ну, мы вам расскажем о ней чуть больше. То, чего вы не знали. Вы же проходили Portal, и вы определенно задумывались о том, каково это быть повелителем туалетов. Ладно, вернемся давайте к чеховским ружьям или типа того, и вообще причине, почему я решил сесть за данный материал. Мультиплеерные игры Valve и сюжеты в них. Team Fortress 2, Counter-Strike Global Offensive, Dota 2... здесь не будет, потому что я за нее не шарю. Так что шарящие люди, все в ваших руках. На Team Fortress 2 я тоже сильно зацикливаться не буду, потому что, ну кто не знает сюжет Team Fortress 2. Его, наверное, разобрали вообще все, кому не лень. Он не подается во время непосредственно матчей, а всегда находится вне игры. В короткометражках, комиксах, но раньше все было по-другому. Раньше просто был сайт игры, и это был единственный источник информации, чтобы понять, какая у всех этих событий предыстория. Ну там, как братья Маны заставили своего отца купить пустыню с ямами Гравия, на которую у него развилась аллергия, и все сражение братьев, это часть завещания отца. Потом уже пошли комиксы, и вот мы уже знаем предыстории персонажей и текущее положение сюжета. А еще были тематические обновления, которые тоже вносили свою лепту в повествование. Потом был Man vs. Machines, и тут у нас появляется третий брат, еще короткометражки, еще комиксы. Блин, о чем тут вообще можно говорить, когда даже внутриигровой магазин сюжетно обоснован? Как минимум мы знаем, какая у Манко цель, и кто владеет. Как он спорил с сотрудниками Apple Genius и так далее. Типа, события в хронологии Team Fortress 2 идут с 4000-х годов до нашей эры и вплоть до 71-го века нашей эры. Не то чтобы везде происходят ключевые события, но тем не менее. До 1857-го года люди поднимались на вторые этажи при помощи рокет-джампов, ведь лестницы только после несчастных случаев изобретает Аврам Линкольн. Первые команды наемников состояли из исторических личностей, например, подрывником был Альфред Нобель, а медиком Фрейд. Копаясь в лоре, можно найти столько всего, отчего я готов назвать лор ТФ2 самым крупным и насыщенным среди мультиплеерных шутеров. А теперь вспомните Overwatch, Пукс Рейнг. И да, если вы хотите от меня полноценный разбор сюжета Team Fortress 2, то 5000 лайков, и я не обещаю, что я его сделаю когда-нибудь или вообще сяду за него. Я просто ленивая жопа. Так, а теперь позвольте спросить самого себя. Контр-страйк? Сюжет? Ладно, Team Fortress 2, но... Ааа, я понял. Хитро ты, Миша, придумал пересказать лор каждой картой в КС, и что террористы пытаются взорвать. Да-да, я тебя пон... А вот и нет. Начнём с СПГС темы. Вероятно, это, конечно, просто пасхалка, но КСГО и Left 4 Dead это одна вселенная. На это указывают множество карт из Left 4 Dead, дорожный знак на карте Ассалт с дорогой в Риверсайт и редкон лора карты Ньюк после выхода её обновлённой версии в 2015-м, по-моему, году. Редкон заключается в том, что карта из Германии переместилась в Штаты, причём в ту же самую Пенсильванию, где и находится Риверсайт. И есть теория, мол, подрыв Ньюка связан с началом заражения в Left 4 Dead. Но я не считаю эту теорию валидной, потому что, вероятно, указатели, как и все карты, это всего лишь юз ассетов, поскольку Global Offensive буквально собиралась на ассетах Left 4 Dead. Да и Ассалт, как карта, большинством уже забыты, и в текущих событиях не участвуют от слова совсем, как и все прочие карты резерва. И я склоняюсь к тому, что всё-таки Counter-Strike и Left 4 Dead, ну ладно, в теории они могут находиться в одной вселенной, но их события сюжетные не связаны между собой практически никак. У вас же на этот счёт, конечно, может быть другое мнение. А вот попытка подрыва Ньюка это вполне себе каноничное событие в сюжете КС, которое пытались провернуть террористы из подразделения Феникс. Ньюк обязан взорваться, а если кто-то из вас играя на нём дефьюзит бомбу, то я рот ебал того ни... Изначальный реальный сюжет КС Го появился с обновлением Армс Дил, который привнёс в игру первые ящики со шкурками. Ну а точнее их принёс не совсем апдейт, а вот этот мужичок по имени Бут. Как говорится, первый персонаж в КС. Он здесь местный Сакстан Хейл, продающий оружие двум воюющим группировкам. Тактическим группам Коалиции и группировке Феникс. Торговля оружием это семейный бизнес, которым занимается Бут, чтобы позволять себе бить. И его дочь Имоген, которая однажды натворила какую-то херню, связанную с помощью Коалиции, чему очень недовольны Фениксы. После этого случая глава подразделения Валерия говорит про Бута, что, несмотря на всё, Бут очень важный человек в сопротивлении. С ним нужно работать, но ему нельзя доверять. Также внутри Феникса существует такой персонаж, как Франц Крайгельд, который является стратегом подразделения Феникс. Но, вероятно, играет роль двойного агента и использует Фениксов как инструмент для разрушения своих конкурентов. И идеи Феникса толком не разделяет. А какие вообще идеи у основной террористической группировки в СИАКС? Борьба с системой, изменение мира и перерождение. Ну, Феникс же. На одной из баз Фениксов происходит штурм. И вскоре сами члены группировки обсуждают подрыв Нюка, а также убийство Феликса Райли, командира коалиции. Нюк, вероятно, является одним из конкурирующих бизнесов Франца, наряду с Вишиппинг с карты Трейн. Вишиппинг — это довольно интересная корпорация. Один из противников Феникса, а также возможный наниматель или партнёр коалиции. На это указывает логотип корпорации на так-гранате, а также скин-коалиция для М4, на котором оппа, что это у нас тут такое? Логотип Вишиппинг. Сам Трейн, судя по обозначениям, также является комплексом Вишиппинга, а также несколько контейнеров с химическими веществами от них же находятся на Нюке. Вероятно, именно эти вещества использовались в создании химического оружия, что мы наблюдаем в батл-рояле. На это также указывает то, что чертежи турели от опасной зоны лежат как раз-таки на девятке на Трейне. Причём, обращу ваше внимание на то, что они лежат там ещё со времён, когда Трейн только обновился, и когда о батл-рояле ещё даже слухов не было. Вот такая вот игра на опережение. История, конечно, глубже, чем я рассказываю, но всё сводится к игре на два фронта, где дочь Бута предаёт Феникс и помогает коалиции, где Вишиппинг занимается не только логистикой, но и, вероятно, разработкой оружия, в том числе и химического, для чего использует свой завод на Нюке или завод партнёров. Эта корпорация является для Франца стратега Феникса конкурирующей, поэтому он заинтересован в подрыве Нюка, но определённые планы рушатся, и оружие приходит в действие, создавая опасные зоны, где вся химическая и биологическая катастрофа вскоре приведёт нас к зомби-апокалипсису и сюжету Left 4 Dead и Left 4 Dead 2. Простите, последнее неправда. Так вот, вопрос. Куда, блин, в игре, где единственные диалоги за всю игру, что мы слышим, это «РАШ-Б, СУКА, БЛЯТЬ! И КУРВА БОБРА АТАК» спрятано то, что я выше пересказывал. В ОПИСАНИЕХ СКИНОВ Где-то один скин это одна часть сюжета, где-то одна часть привязана к серии скинов, а где-то существуют целые сюжетные линии, например, Отец и Феникс, Семейное дело, ну и так далее. Кроме описаний скинов, где мы узнаём первичную информацию, с операциями появились стандартные для Valve комиксы, где изображён штурм одной из баз Фениксов, а штурм другой базы Компаунд информации также содержалось в книгах с квестами и тамошних брифингах. А также добавляем в плюс ко всему повествование через окружение на таких картах, как Трэйн и Нюк, а также целую сюжетную арку в виде режима Опасная зона. И всё вот это в игре, где мы просто КУРВА БОБР СУКА БЛЯТЬ. И, вероятно, ПКС уже есть свои лороведы, которые разбираются во всех этих многоходовочках лучше меня. И нам однажды стоит ждать разбор почему Counter-Strike 2 говно, а затем Перекрёстки Медлов и Франц Крайгель отвертелся на Б-Плэнтие, Адвокат Сурса... Короче, я на хайпе. За Руба будет легендарный, а за Куб жопным. Надо будет Кирюхе эту фишку показать. Что я всем этим хотел сказать? Видос сделал не столько с целью пересказать вам сюжеты Valve, хотя местами я это и делал, а скорее показать вам то, насколько местами, и не побоюсь этого слова, уникальна подача сюжетов у Valve. И насколько интересные приёмы они используют. Да, опять же, так называемый лор с описанием предметов был уже давно в соусах и ещё задолго до КСГО, но в мультиплеерных проектах до этого так сюжет никто не подавал. В мультиплеерах до Valve в принципе сюжет, считай, так и не подавали, а похожий метод подачи мы увидели после этого, считай, лишь во Фортнайте, где добавилось ещё и повествование по сезонам. Valve много где опередили своё время, и здесь у них это тоже получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok